По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Наука жить достойна. Третья серия Мухаббат? Ой, Рахима, папа, проходите. Брат, пейте чай. Здравствуйте, тётя. Здравствуй. Как поживаете? Спасибо. Мама передала вам плов. Ну что же вы утруждаете себя? Спасибо соседям. Освободи посуду. Как твоя мама, дочка? Как её здоровье? Спасибо. Она шьёт одеяло. Вот как. Каждая мать, как взрослеют дети, начинает вышивать одеяло. Передавай ей привет. Дай Бог ей здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Правда красивая девушка? Да. Я говорю, красивая. Я сейчас передаю. Мама, Рахима действительно красивая, правда? Да, очень. К тому же воспитанная, вежливая. Действительно хорошая девушка. Сыночек. Сыночек. Мама, мама. Да. Говорят, к Рахиме пришли свататься. Кто говорит? Сама же и сказала. Она так плакала. Брат, вы что, будете сидеть сложа руки? А что я должен делать? Вы говорите, будто ничего не произошло. О чём вы шепчетесь? Ничего, мама. Просто... Брат, скажите маме открыто. Кому же говорить, если не маме? О чём я должен говорить? Как так? Мама. А? Да? Брат любит Рахиму. Да что ты говоришь? Дочка ювелира? Точно так. Рахима тоже любит брата. Эх. Надо же. Мой сын полюбил девушку, а я об этом даже не знаю. Какое безобразие. Всё равно пока не женюсь. Даже если так. Всё-таки я пойду к ювелиру. И скажу ему, мой сын влюбился в твою дочку. Пока вы будете здесь сидеть, переживать, мама сама всё устроит. Пойду и всё решу, сыночек. Не переживай. Каждый мужчина должен жить со своей возлюбленной. Как, например, я с вашим отцом. Мама. Только вы меня понимаете. Брат. Вы что, гадаете, выдаст её отец за вас или нет? Да? Не гадаю, а думаю. Отец может и согласиться. Да. Но у нас нет денег на свадьбу. Мы живём и обделены. Вдруг он скажет, делайте свадьбу и забирайте мою дочь. Что тогда? Мама, что случилось? Мама, что они ответили? Они обидели вас? Я считала этого ювелира хорошим человеком. К сожалению, он в первую очередь смотрит на материальное положение людей. Он что, отказал? Простой отказ, одно дело. Что он сказал, мама? Он говорит, на какие деньги твой сын хочет жениться. Ты посмотри. Как будто он с неба свалился и стал ювелиром. Мама, надо было ему сказать, ваша дочь любит моего сына, так что вам придётся её выдать. Пустое это дело, доченька. Зачем понапрасну позорить девушку? Сынок, вот увидишь, кто ещё не захочет выдать свою дочь за тебя. Не падай духом. Забудь о ней. Главное, чтобы вы не переживали, мама. Сердце моё на месте. Хочет, пусть выходит замуж за богатея. Я сказала им, что строительство дорог похоже на жизнь человека. Верно, что строительство ровных, красивых дорог продлевает жизнь автомобилям. А тот Махамаджон из Ферганы, он сразу вспомнил смешную историю. Все так смеялись. Я едва смогла успокоить студентов. Я довольна, сынок. Ты хорошо учишься. Да. Преподаватели твои довольны. Спасибо, сыночек. Я берегу себя. Делаю так, как вы с братом посоветовали. Ваших стипендий хватает на жизнь. Дома всё у нас хорошо. Спасибо, мама. Главное, берегите себя. Вот только одно меня мучает. Почему ты такой грустный? В чём дело, сыночек? Открой своё сердце. О чём вы говорите, мама? Всё нормально. Я чувствую, что-то тебя гложет. Мама, вы уважаете людей, у которых есть чувство любви? Конечно. Алишер Навай сказал, нет любви, нет и двух миров. Я знаю, вокруг тебя много девушек. Очень много. Лола, Санабара, Ноа. Хоть одна из них тебе по душе? Мама, мне ещё рано думать об этом. Дайте я сначала встану на ноги, потом поглядим. Настоящая любовь выдержит все испытания, сыночек. Помогает найти своё место в жизни, в обществе. Понимаешь? Если я встречу такую девушку, вы мне её сосматриваете, не будете против? Сыночек, любовь не знает границ. Значит, не возражается. Это не такое простое дело, как ты думаешь. Слышь, нужно поспрашивать, разузнать. Говори откровенно. У тебя есть кто-то на примете? Я просто спросил. Но ты же врёшь. Нет. Зачем мне обманывать вас? Эх, сыночек. Ладно, мама. Мне нужно идти в лабораторию. Счастливого пути. Иди. Спасибо. Пока. До встречи, мама. Не опаздывай, сынок. Хорошо, мама. Не скучай без меня. Береги себя. Хорошо. Хорошо. Мне понравилось. Хорошее вино. Угу. 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 А где твои подружки? Сегодня твой день рождения. Ты говорила, мы вместе посидим. У них срочные дела. У всех? Да. Вы сказали, моя мама не хочет, чтобы я женился на Айдын. Она откровенно не говорит, но вы сказали, что вы чувствуете это. Ой, Бек, не стоит из-за этого переживать. Тётя Бану всё прекрасно поймёт. Айдын моя однокурсница. Но я не знаю, любит она меня или нет. Значит, эта девушка вам не безразлична. Даже когда приходите ко мне всё твердить Айдын, Айдын, даже не думайте, что можете обидеть меня. Почему это должно обижать тебя? Ты мой самый близкий друг детства. Всеми секретами я делюсь с тобой. А я хочу быть ближе, чем друг. Лола. Мама говорит, сваты приходят. Муж твой уже не вернётся. Так что выходи замуж. А моё сердце бьётся для кого-то другого. Наша с тобой беда одна. Любовь. Лола теперь на нас клеймо на всю жизнь. Что теперь делать? Ведь у меня нет ни условий, ни желания жениться. Что мы наделали? Что мы наделали? Ты молодой человек. А я замужняя женщина. Не волнуйся. Ничего тебе не будет. А тебе? Тебе, Лола. Я же говорю. Не волнуйся. Это произошло по моему желанию. Ты подарил мне это счастье. Теперь иди. Мне от тебя ничего не нужно. Лола. Айбек. Пожалуйста, уходи. Не говоря больше ни слова. Прошу тебя. Айбек. Айбек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что с ней случилось? Ведь если я оглянусь назад и скажу, что не люблю ее, Смогу ли я жить спокойно, спокойно, как ни в чем не бывало? Нет, не смогу. Нет, не смогу. Это очень трудно. Вот и сегодня. Я брожу по этим улицам и не могу вымолвить ни слова. Лола, постой. Не уходи больше, пожалуйста. Айбек, ты раньше не ходил по этой улице. Что ты здесь делаешь? Лола, нам нужно поговорить. Я ведь не такой подлец. Ты можешь посмотреть мне прямо в глаза и сказать без раздумий. Лола, я люблю тебя. Я хочу жениться на тебе. Только скажи правду. Семья не строится на одной любви. Я даже слышал, что у тебя есть сын. Лола. Кто отец ребенка? Это мой сын? Я ночами не сплю, все думаю об этом. Пойми, человек не должен уклоняться от обязательств. Я ненавижу слово, обязательство. У меня нет претензий. А что касается ребенка? Да. У меня есть сын. Он всего лишь мой сын. Не твой. А теперь иди. Однажды я опозорила своих родителей. К счастью, я их дочь. Они помучались, но все же простили. Я не хочу больше, чтобы это повторилось. Почему ты должна страдать от одиночества, Лола? Ведь я... Лобик. Что? Ты не любишь меня. Однажды ты скажешь. Ты висишь у меня на шее. Нет, мне не нужна такая судьба. Я не хочу. Я не хочу больше так жить. Прошу тебя. Уходи. Лола. Я делаю серьезное предложение. Слышишь? Серьезное. Если я уйду сейчас, то не вернусь никогда. Вот видишь, ты пришел только чтобы успокоить свою совесть. Я же говорил, Айбек. Мне не нужна твоя подачка. Лола. Лола. Сейчас. Атабек проснулся. А теперь... Прощай. Значит, его зовут Атабек. Интересно, чей он сын? Увижу ли я его? Как же теперь? Ведь ничего не изменишь. Здравствуйте, учитель. А, Айбек. Как ты? Как вы сами, учитель? Спасибо. Все хорошо. Какие новости? Извините. У вас есть свободная минутка? Я слушаю тебя. Учитель, я давно-ка говорить на эту тему. Хорошо, что повстречал вас. Я хотел выбрать тему под вашим руководством начать заниматься исследованиями. Будьте моим наставником. Я хочу защитить диссертацию. Хочу быть ученым. Хорошо. Немного преждевременно, но что тут говорить? Можешь начинать. Ты много работаешь. И вот почему мне это нравится. Спасибо. Я согласен. Спасибо. Вот видите, я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Попробуй. оправдай. Всю душу вытрясу из тебя. Я согласен. О, спасибо, обе-каке. Прошло много лет с тех пор, как мы посетили этот музей. Вот почему я привел себя именно сюда. Позволь мне показать тебе одну картину. Какая картина? Пошли. Поглядим, вспомнишь ли ты ее. Вот сюда. Поглядим. Поглядим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Мне тоже очень приятно Пойдем посмотрим другие картины Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Ждем험 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо же Ре容易 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Танцуют все oured ольн н Оса! Оса! Что со мной происходит? Почему эта девушка не дает мне покоя? Ведь все мои мысли должны быть направлены на завершение моего научного труда. Вся надежда моей мамы. Сестра занята своим хозяйством. Старший брат также заботится о своей семье. Но то, что Иркин относится к Айдын как к своей собственности, мне очень нравится. Что, если между этим парнем и Айдын что-то есть? Красивый молодой человек, он тоже будущий ученый. У него есть будущее. Что сказать? Айбек! Айбек! Кто там? Иргаш? Открыто! Заходи! Да, Иргаш, как поживаешь? А ты сам как? Присаживайся. Пожалуйста. Да, ты тоже садись. Какими судьбами? Что нового? Каким ветром занесло? Да вот захотелось поговорить с тобой по душам. Очень хорошо, хорошо. Я доверяю тебе, ты очень чуткий. Вот и пришел поделиться своей проблемой. Эх, не везет мне. В чем дело? Что случилось? У меня душа горит, друг. Они говорят, когда он выучится и станет ученым, будет зарабатывать деньги. А потом выдали мою девушку за другую. Честно, я не могу выдержать такого. Не переживай, Иргаш. Такое с каждым может случиться. И у меня тоже есть свои проблемы. Какие у тебя проблемы? У тебя есть такой учитель, как Акил Усманович. Ты отличный аспирант. Скоро станешь кандидатом наук. Вот тут тебя, чернобровая девушка, крутится, а? Кого ты имеешь в виду? О ком ты говоришь? Вот хитрец. И делаешь вид, что не знаешь. Думаешь, никто ничего не видит? Я имею в виду Айдын. Все знают, что вы украдкой смотрите друг на друга, да? Да, брось. Могу ли я приблизиться к этой девушке? Она порядочная девушка. Имею ли я право выразить ей свою любовь? Почему ты так говоришь? Ты тоже порядочный парень. Конечно, я не изливаю душу первой повстречавшейся мне девушки. Но Айдын мне действительно нравится. Я все больше убеждаюсь в этом. Ну, если влюбился, женись. Или твоя семья не желает видеть ее невестой? Нет. Моя мама золотая женщина. Не с моим отцом женились по любви. И она поймет меня. Но... Давай, давай, друг, выкладывай скорее. Иркин прислал меня выведать все твои секреты. Ну? Что но? Но... Я совершил одну ошибку. Какую ошибку? Я... Был в близких отношениях с женщиной. Она сама... На... Ладно, брат. Оставим эту тему. Ну, начал ты договаривай, друг. У нее сейчас есть сын. Так, 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 так. Что ты залазил? Так, так, так. Я всегда думаю о том, что это мой ребенок. И когда я собираюсь сказать о своей любви Айдын, этот мальчик как будто бы смотрит на меня. А что она? Кто она? Ну, это Лола. Разве она не искала тебя? Я тебе о чем говорю, а? Она говорит, я сама виновата во всем. Не думайте обо мне. Вообще, почему я это тебе все рассказываю, сам не знаю. Давай сменим тему. Ты прав, брат. Ладно, я пойду. А ты учись. Мне пора. Куда ты торопишься? У меня есть дела. Ладно, будь здоров. Ну, пока. Эргаш, увидимся, Айбек. Пока. Айбек. Здравствуй, Айден. Айден. Ты что, не видишь, куда идешь? Ха. На самом деле, есть еще одна причина, по которой ты краснеешь. Думаешь, я не знаю, что ты знаешь? Тебе больно, потому что та, которую ты присмотрел, отвернулась от тебя. Если по-настоящему присмотрю, ты не сможешь повернуть ее к тебе. Забудь мечтать даже о ней. Понятно? Это сказала сама Айден. Неважно, кто говорит. Нет, важно. Если сама Айден об этом скажет, у меня нет времени пререкаться с тобой. А, Азлов, как дела? Что-то я тебя часто вижу с этим ученым. Или хочешь сказать, что та девушка запала тебе в сердце? Отличница, аспирантка. Что-то ты сегодня неразговорчивый, а? Мне-то какое дело, говорит Айбек, станет крупным ученым. Вот я хочу у него отобрать Айден. Пусть он теперь помучается. Но ведь она — это только начало. Не прикуси палец, друг, то, что ты задумал, не сбудется. Хм, такой, кто заставит меня прикусить палец, еще не родился. Я нашел его тонкое место. Но хитрее же ты, Иркин. Ты же знаешь меня. Айден, не спеши. Что вы делаете? Вы напугали меня. Почему ты носишь фото этого путеглазуга? Нехорошо смеяться над чьими-то физическими недостатками. Так ты его еще и защищаешь? Это тебя задело? Значит, то, что он говорит, о тебе имеет основания? Скажи правду. Если твое сердце принадлежит ему, я насильно мил не будешь. А почему вы сердитесь? Да вот почему! На самом деле я должна обижаться. У вас есть возлюбленная. К тому же она не одна. Кто тебе это сказал? Какая разница, кто сказал? У стен тоже есть уши. И ты поверила? Ты не подумала, что это придумали, чтобы разлучить нас с тобой. Правда? Вы не обманываете? У вас правда нет девушки по имени Лола? Есть Лола. Но она не моя возлюбленная. Вы говорите правду. Ты хотела бы, чтобы все, что касается Лолы в моей жизни, было бы неправдой? Хотела бы? Конечно. Вы дороги для меня. Айден, ты тоже мне очень дорога. Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось? Почему вы смеетесь? Да ты посмотри на свое лицо. Ты как будто из шахты вылез. Если тебя увидит любимая девушка, то сразу убежит. Наши девушки не убегают от работящего человека. Если она поймет, что это масло от двигателя, который я создаю, она вытрет его атласным платочком. Понимаешь? Ты не преувеличиваешь? Мне сейчас вот тоже захотелось жениться на узбечке. Наши девушки не каждому оказывают такую честь. Верно. Чем писать диссертацию на тему мог занять сочинительством? У тебя все очень складно получается. Вы правы. Я тоже часто думаю об этом. И в детстве к нам в школу приходил писатель на творческую встречу. Акбар, нет, Сарвар Азимов, да. Он спросил меня, кем ты хочешь стать в будущем? И ты сказал, писателем, да? Совершенно верно. Так и сказал. Хочу стать писателем. Ну вот, по воле судьбы увлекся техникой. На самом деле в этой сфере есть своя романтика. Вот мы долго и усердно работали над созданием экспериментального двигателя. Мы создаем все. От провода с иголку до шарика, похожего на глаз соловья. Действительно. Мы начали большую работу. Один я бы не осилил. Знаешь, Айбек, я хочу назвать наш двигатель соколом. Соколом? Да. Почему? Потому что его частота вращения составляет 2800 оборотов. В мире нет другого двигателя с таким высоким оборотом, да? Да, ты прав. Вы замечательный человек, Влас Аке. Спасибо, на добром слове. Влас Прокофьевич. И вы тоже в каком-то смысле поэт. Вы знаете об этом? Нет, я писатель. Влас Аке, по-моему, все готово. Ты хорошенько все проверил, да? Может, попробуем запустить? Ну, давай, включай. Хорошо. Давайте попробуем. Ладно.